Всем привет! И через несколько минут меня вы здесь уже не увидите. Вы будете видеть творение гения, бельгийского дизайнера Рафа Симонса, которого я безумно люблю. И это видео создано по большей части для того, чтобы вы тоже прочувствовали все и полюбили его настолько же сильно, как его люблю я. Его личность, его творчество, его коллекция. Это нечто потрясающее и оно не находится на границе с искусством, понимаете? Это и есть искусство. Мода сама по себе искусство, но очень часто очень-очень много бизнеса, денег и всего того, что не хочется чувствовать, не хочется понимать и что конкретно у меня вызывает отворжение. Ух, даже сложно это выговорить, как, например, у таких брендов, как Майкл Корс, но Раф Симонс это про другое. Раф Симонс это про то, что я вам расскажу совсем скоро. Но и перед этим маленький дисклеймер. Я это говорю крайне редко, но именно такие ролики, посвященные дизайнерам, это история, которая у меня по очень частоте никак не может монетизироваться, потому что я использую чужой контент, естественно. И это то, что всегда будет набирать мало просмотров, потому что это очень узкоспециализированная тема. И мне она саму интереснее, чем просто топ про кроссовки. Я думаю, все это вы прекрасно понимаете. И именно в данном случае, на данных роликах, мне будет от вас приятно получить в поддержку палец вверх, комментарий. И если вы себе в сториз выложите это видео, какой-нибудь его фрагмент, который вам понравится, и отметите меня в Инстаграме, например. Правда, мне будет очень приятно. Ну, либо есть четвертый вариант. Это просто досмотреть это видео до конца и понять и почувствовать все то, что чувствую и понимаю я. В общем-то, все. Давайте начинать. Привет, всем привет. Еще раз. Сейчас будет мини-дисклавер, потому что... Ну, так, отойдя от текста, который я вам сейчас буду читать. Время 7.24 утра. И, знаете, вновь все переписывал, вновь все переделывал. И вот смотрю я, значит, на вот Арафа, рекламной кампании, и слезы почему-то потекли. Не понял я, с чем это связано. Возможно, действительно, чем-то меня задело. Смотрю рекламную кампанию 2013 года в видеоформате. Я покажу ее здесь. Еще звук, этот ночь. И не понимаю, что у меня задело. Вот, знаете, оно бывает так, что определенные вещи трогают вас до глубины дыши, и вы порой не понимаете, с чем это связано. Я не проживал, например, войну, но так или иначе, картины Борещагина, они заставляют меня начать эмоционировать, да? Что говорят или нет, не знаю. И также именно с Арафом. Один из многих дизайнеров, который вызывает у меня эмоции. И самое главное, самое главное, это именно эмоции. И мода, если рассадить ее как искусство, должна вызывать эмоции. Не важно, какие, но конкретно я люблю, люблю вот такие. Знаете, просто, просто настоящие. Филипп Ленджи у меня тоже вызывает эмоции, но скорее негативные, правильно. Вот, это просто все, что я хотел вам сейчас сказать. И напомнить, явно не хотел вам напоминать о, возможно, какой-то из личной сентиментальности. Вряд ли, но так же у меня имеется. Просто хотел вам сказать, напомнить, да, про такую истину, которую я для себя извлек еще из произведения Самарсит Мэма. Рождественские каникулы. То, что неважно, неважно, что это за произведение искусства, какое оно и насколько оно признано в обществе. Главное, то, что оно цепляет вас. Потому что признают, ну, признают много чего, что-то выгодно признавать, например, да. Но, а что-то, а что-то трогает вас. И Раф, несмотря на то, что в последнее время у меня все меньше и меньше вещей от него, да, вообще я их не покупаю. Но именно он, как дизайнер, у меня все равно будет находиться в топ-3. Потому что фибра моей души начинает двигаться от того, что он делает. Вот, прям шевелится. В каком-то, в каком-то нистовом режиме. Ай, ладно. Просто маленькое отступление. Не важно. Замечательно. Раф, кто это и почему именно он нам так интересен? Почему именно его коллекция, это предмет коллекционирования и объект желаний большинства из модной индустрии? Небольшая тавтология от меня, но извините. Я не копирайтер и не писатель. Я просто, просто люблю этого дизайнера и хочу вам немного о нем рассказать. Мальчик городок Норпальтбергия. Место не для модного развития. Раф сам признает, что мода его никогда не интересовала и жизнью он готов был целиком и полностью связать с другим, получив диплом по индустриальному и мебельному дизайну. Во-первых, произошло известное для многих событие в его жизни. А во-вторых, люди. Далеко не второстепенные персонажи, повлиявшие на него. Парковое? А вот это интересно. Первой такой личностью стал Вальтер Ван Беридон. Участник дизайнерского коллектива Антверпенская шестерка. Я думаю, про эту шестерку знают многие, особенно благодаря Дрису Ван Ноттону. А еще многие туда причисляют Маржеллу, но он на самом деле в нее не входит. Так вот, среди его учеников, Вальтера, в Академии были Крис Ванаш, который 11 лет был креативным директором Диор Ом, Дэмна Гвассаля. А Раф Симмонс у него начинал стажером. И именно благодаря Вальтеру произошла та самая любовь к моде. Как же это было? Но сам Раф рассказывает вот что. Я увязался за Вальтером, который в те дни проводил презентацию в Париже. Показ Мартина это первый модный показ в моей жизни. Я думал, что показы должны быть очень большими, причем довольно гламурными. А здесь даже пол не был постелен. Это было похоже на грязный задний двор. Будучи студентом, я думал, что мода всегда была немного поверхностной, блестящей, гламурной. Но этот показ изменил для меня все. Я вышел оттуда и подумал. Вот чем я буду заниматься. Этот показ причина, по которой я стал модельером. Именно это Раф рассказывает про показ Маржеллы в 1989 году, о котором мы, кстати, говорили на одном из моих мастер-классов. В любом случае, любовь произошла у Рафа. Но решения создавать свой бренд не было. Да и Вальтер был не единственной фигурой в Академии, которую хотелось впечатлить. Линда Лопа. Директор департамента моды Корейевской Академии Изящных Искусств в Антверпене, которую, к слову, в 2007 году заменил Вальтер. Это так. Интересный факт. Ее и боялись, и боготворили. Раф не был исключением. И, создав свою мини-коллекцию притальных рубашек без рукавов и узких черных костюмов, напоминающих школьную форму. Сейчас это называли бы бренд. С большой буквы. Где-то в России. Он получил совет от Линды. Действуй. Не обучение тебе нужно, а работа. А Раф как раз-таки хотел обучаться у Линды, продолжать обучение, узнавать что-то новое. Но... Но вот. Спасибо тебе, Линда. Смело. Большое спасибо тебе, Зарафа. Студенты приходят к нам в 18 лет и выпускаются в 22. За это время они сильно меняются. После многообещающего начала могут забросить учебу и работу. Поэтому важно направлять их твердой рукой, объясняет свою позицию Линда Лопа. Из первых бельгийских дизайнеров, которые прославились на весь мир, поддерживала государственная программа развития индустрии в стране. Но не стоит забывать, что они приложили максимум усилий, чтобы стать теми, кем стали. Раф Симмонс. Одноименный бренд-дизайнер. Сегодня нас интересует исключительно эта веха в творчестве Рафа. Старт произошел в 1995 году в виде коллекции, которая была представлена в формате видеопрезентации. Две модели на белом фоне ходят в разных луках, сменяя свои образы. Прошло уже больше четверти века с того дня, а формат актуален до сих пор. Мило. Действительно, запомните это, потому что мы еще будем обращаться к тому, насколько все решения Рафа оказываются вневременными. Запомнили? И вообще, посмотрите на вот это вот видео, на то, что делал тогда Раф. Насколько это похоже на то, что он презентовывал Линди Лопи. Я, к сожалению, не могу найти в картинках, да, ту самую а-ля школьную форму. Но если вы увидите его коллекцию 1995 года, которая как раз-таки была создана после Советов Линды, я думаю, это и есть плюс-минус то. Просто доработанное, доделанное. И уже можно было просто представить себя как бренд. И сейчас мы поговорим про коды бренда, потому что ДНК бренда и его коды – это такая вещь, которая многих интересует в первую очередь. Что мне, кстати, приятно. Так вот, бренд по-своему удивительный и ни на кого не похожий, самобытный. Скорее всего, именно это сделало его объектом желания у большинства. Он не гламурный, но и не серьезный. Он не мрачный, но не пестрящий исключительно красками. Здесь я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, потому что есть коллекция мрачная. И есть пестрящие исключительно красками. Но в общем ключе, если мы смотрим на всего Рафа, на весь его творческий путь, то он и не такой, и не такой. Он и такой, и такой одновременно. Понимаете, насколько странно это звучит? Это противоречит. Это высказывание противоречит само себе, но оно так. Вообще, этот бренд очень противоречивый. И, возможно, это цепляет. Возможно. Здесь нет маскулинности, но и грань джендерфлюид остается четкой. Понимаете, одежда, она унисекс, и вообще последняя его коллекция, она наконец-то уже презентована как одежда, как коллекция. Женская и мужская, да? А не только мужская, так как Раф всегда был исключительно мужской одеждой, но девушки ее носили, потому что это, по большей части, унисекс. В то же время Раф остается верен себе, он видит парня как парня, а девушку как девушку. Просто и тот, и другой могут носить то, что они хотят. Раф это, во-первых, бунтарство. Бунтарство юноши. Посмотрите на все его коллекции. Это, кстати, многое, что я вам говорю. Это действительно даже незаписанный текст. Я читаю большую свою заготовку, переделанную в миллион раз и и вставляю в нее параллельно от себя слова. Мне кажется, все-таки искренность должна быть в этом ролике, так как этот бренд про трушность отвратно звучит, но он про это, да. Вот, и я хочу быть с вами предельно честным, откровенным, как происходит запись этого ролика, потому что бунтарство юноши, так я хочу обозначить, огромное количество лозунгов в его коллекциях. Его силуэ, особенно коллекции начала нулевых и даже последняя коллекция. Блин, знаете, вообще бунтарство, бунтарство это про Рафа. Я это первым хочу выделить, потому что даже придя в Прадо, а я обещал не говорить о, блин, о его работе в других брендах, но коротко, да, вы видите именно бунтарство. Второе, это интеллектуальность, потому что третье, это огромная любовь к искусству, в том числе музыке и кино, что сильно сближает бренд с любым совершенным поколением. Это перерастает в интеллектуальность, так как все эти отсылки, референсы, они глубокие. Если вы будете смотреть на фильмы, которыми он вдохновлялся, либо музыку, слова, то вы будете понимать, о чем коллекция. Если вы будете смотреть, где расположены те или иные надписи, об этом поговорим чуть позже, то вы опять же увидите то, что все не случайно. Это не просто мне понравился фильм, и давайте я сделаю коллекцию по нему. Мы с вами всегда погружаемся в показы, чтобы увидеть стиль и эстетику бренда. Увы, но посмотреть все мы не сможем. Я думаю, что после этого видео вы сами отведете сутки на изучение всего, что создал Раф. А создал, мягко говоря, немало. Как минимум сейчас брендов Файт. Да-да. Доржил уже поддался на вдохновение бельгийским дизайнерам. Да и признавался он в это. Я бы хотел начать с коллекции Riot Riot. Riot. 2001 года. Бельгийский дизайнер представил ее после годового перерыва и отказался вне отстроенных силуэтов, которыми он славился ранее. Именно она на меня произвела впечатление и, возможно, заставила любить моду так же, как и Рафа по косморжелам. Был у меня журнал о первом курсе универа. Порт. С огромным разворотом про Рафа. Все, что я про него тогда знал, это хайповые кроссовки Adidas. Хочу, но нет денег. Это абсолютная правда. И вот, открыв и увидев все его творчество, я влюбился. Влюбился в Рафа именно с этой коллекции, так как в ней он сменил свои силуэты с притальных и открытых до огромного овра с перевязанными лицами. Годы идут, и этот стиль для меня остается идеальным. Одна из немногих мрачных коллекций бренда, чем-то гнетущих, но идеальных. Скажу больше. Открыв то время Vogue Collection и выбрав Рафа, я вновь видел ее. Не знаю. Но именно смотря на все эти вещи, я вижу моду. И вижу моду современную. Моду не отдувать с цветами и рюшами, а моду, за которую хочется платить. Потому что она настоящая. Это мода, которая напоминает мне меня, напоминает мне мое прошлое, напоминает мне о моих желаниях. Это мода, понятная как простому парню. Потому что это те вещи, которые плюс-минус носил он, либо хотел он носить. И в то же время, это мода того же самого простого парня, которого интересовало нечто большее, чем просто сходить и выпить с друзьями. Того парня, который хотел почитать книги, хотел посмотреть какой-то интересный фильм. Но, в то же время, он был среди простых ребят. Вот это все мне напоминает Рафа. Вот это все мне напоминает эта коллекция. Потому что это то, что я носил бы тогда, что я носил бы сейчас. И, знаете, и, наверное, поэтому именно из этой коллекции есть самые дорогие вещи, архивные вещи этого бренда. Горе тем, кто плюет на поколение страха. Они плюют против ветра. Именно это нам говорит коллекция весна-лета 2002 года. Одна из самых легендарных. Очень похожа на первую, но в то же время иная. Новая. Как сильно я люблю все кампании того сезона. Это нечто. Настоящий стиль, который актуален и по сей день. Знаете, ведь действительно нужно быть гением, чтобы в сфере сезонности создавать что-то приближенное к вечности. Касательно рафа, это относится не только к вещам, но и к рекламным кампаниям, к формату показов, к эстетике в целом. Бренд вообще про эстетику. Про эстетику некой трушности. Блин, вот насколько же это мерзко и далекое от рафа слово, но в русском языке, да, оно идеально будет характеризовать его. Но эта трушность дорогая, к которой ты хочешь стремиться, если ты простой парень, это явно не DC-шуз. Но не Лагерфельд. Это настолько новый и неповторимый формат, что его сложно описать. Нужно смотреть. Кстати, еще мини-факт про вечность. Откройте первый показ прада при рафе и показ рафа SS2002. Сходство, видите? Что удивительно, так это не сделало прада старомодной. А наоборот, привнесло в бренд молодежный дух бунтарства. А теперь прыжок в современность. Да, увы, мы не можем посмотреть все, но я думаю, вы этим займетесь самостоятельно. А сейчас мы посмотрим на то, что было не так давно. Коллекция Раф Симмонса «Осень-зима» 18-19 года, где главной темой стали наркотики. Главный референс – история Кристиана или Кристины. Немецкой девушке Чльо детство прошло в неблагополучном районе западного Берлина. За месяц до своего 14-летия она попробовала... Ну, я не буду называть, наверное, это, потому что, возможно, меня заблокируют, а к 15-ти годам уже стала наркоманка со стажем. В 1978 году Кристиана дала серию интервью журналистам немецкого издания Stern. А в 1979-м на их основе вышла книга «Мы дети с вокзала Зоу», в которой во всех подробностях была описана жизнь юных наркоманов. И в 1981 году на экране вышел фильм под названием «Кристиана Ф». В переводе на русский «Я Кристина». Кадры из него с актрисой Натей Брунхорст в роли Кристианы появились на футболках-рубашках. И кто этот фильм не смотрел, я вам советую его посмотреть, потому что, знаете, он уже, наверное, не настолько тяжелый, так как время прошло, и многие из тех фильмов смотрятся как-то иначе, честно. Но он обладает определенной эстетикой. И тоже небольшой факт, про который знают мало кто. Одна из рекламных кампаний, Гуччи, была также посвящена этому фильму. Она ни капельки не была посвящена наркотикам, но именно вот тому духу, тех детей, тому бунтарству была. Вновь игра с поколениями, вновь игра на референсах, потому что и новое поколение поймет дух, да, а старое поймет отсылку, кто смотрел. И так или иначе, ты себе притягиваешь клиента. Но это про Гуччи, это больше про маркетинговые ходы, вот. А Раф Симонс это нечто иное. И в данном случае все-таки тема была раскрыть, да, вот эти вот наркотики, показать их на модной арене и показать их некий вред путем метафор. Так вот, LSD и XTC, ну, сами догадайтесь, что это. Но находятся они на коленях и манишках, что можно связать с удушением этими веществами, метафорой того, как они тянут на дно. Диалог с молодежью достойный аплодисментов в инфернальном сет-дизайне «Пир на весь мир». Еще одно произведение, к которому обратился Симонс, пьеса Куки Мюллера и Гленна Убрайана «Дракос. Наркотики». Это трагикомедия, описывающая человеческие взаимоотношения с наркотиками, начиная со спидов 60-х и до 5-х 80-х, о которой долгое время никто не... Впервые пьесу опубликовали в 2016 году, и именно обложка этой пьесы, она такая минималистичная, как раз в стиле Рафа, «Желтый цвет», который Раф также любит, она издавалась еще и в «Оранжевом». Так вот, именно эту обложку он разместил на своей одежде. Вновь дракс, которая поясывает ваше горло и тянет вас на дно. Вот такие вот метафоры, которые нужно понимать, и именно это говорит про интеллектуальность бренда, потому что он не берет вам наркотики, пихает их в лицо и говорит, вот, плохо. Он вообще ничего не говорит, он просто их показывает, а дальше, ну, вы либо поняли, либо нет. Вот и все. Коллекция Раф Симмонс весна-лета 2021 года. Тинейджи Тринс. Подростковые мечты. Настоящая обилие колор-блока, напоминающая галлициногенные сны или сказку про Алису. А это не случайно. Симмонс вдохновлялся целым разнообразием классических фильмов, в том числе такими картинами, как Чужой, Клуб Завтрак, Волосы, Алиса в стране чудес и Барбарелла. В пресс-релизе также указаны три песни Joy Division. Discadder, Isolation и Incubation. Надеюсь, прочитал их правильно, так как все знают, что у меня есть небольшие проблемы с английским, но включите их и вдохновитесь. И вообще, включите вот этот вот маленький фильм. Я его смотрел не отрываясь, потому что звуки, которые там, они удоражат. Я это сейчас рассказываю, и у меня опять появляются эмоции, потому что вспоминаю, что это дескут. Эта коллекция меня вызвала на эмоции. Так вот, на сайте бренда моделлер пишет, я не хочу показывать одежды, я хочу показать свое мировоззрение, свое прошлое, настоящее и будущее. Я использую воспоминания и свое видение будущего и пытаюсь поместить их в нынешний мир. Нынешний модный мир однозначно готов к такому, талант признан, кажется, он исчерпает. Рекламные кампании бренда это отдельный вид искусства. Вилли Вандерпера, надеюсь, так же правильно поставил ударение, к сожалению, не смог найти, где нужно поставить ударение в фамилии, фамилия сложная. Это один из любимых фотографов-дизайнера, по совместительству один из любимых Prado. Да, схожести между Raff'ом и Prado все больше. Так вот, его идеальная композиционная выверенность и точность игра света и тот самый момент. Тот самый момент. На самом деле, я хочу лишь того, чтобы вы сейчас посмотрели на рекламные кампании бренда и вдохновились на что-то, потому что этот стиль пытаются повторить многие, но только Raff'а, любой ценитель любит сразу. Несмотря на большой модный путь для одного человека, стиль-то видно сразу. О завершении нашего модного Inspiration'а я хочу напомнить вам про клиента. Скорее всего, это именно вы. Как и если вы смотрите это видео, и вас в моде интересуют не просто вещи, а нечто большее, то... даже его казалось бы провалы через несколько лет люди начинают искать на всех платформах, так как было уже ни с одной коллаборацией кроссовок. Я помню его коллаборацию с Asics, которую многие хотят сейчас. Поэтому даже провал этого дизайнера это не провал. Это просто не в то время, не в том месте. Такое бывает. Увы, гений не привязан ко времени. Он просто создает идеи, а они либо заходят, либо в контексте нужно смотреть. И я бы хотел вам рассказать про его опыт работы в других брендах. Про трудолюбие парня из Бельди, про его творение в мире дизайна интерьеров. Но тогда я с вами останусь на часов 24 часа, да, где-то так. А следовательно, дам вам лишь совет. Смотрите на все коллекции глубже, особенно на Рафа. Видите отсылку к фильму или исполнителю? Включите их, почувствуйте настроение дизайнера. Хоть кто-то вдохновляется так же, как и мы с вами, через современное искусство, а не глядя на розы в Сицилии, куда многим явно не попасть, как и мне. Всем спасибо. И горе тем, кто плюет о поколении страха, они плюют против ветра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok